А теперь на обходы пошли, с дубинками. Молодцы, а теперь огонь! Это пришкольный лагерь 78-й Барнаульской школы, а всего в Барнауле их открылось 86. Отдохнут там больше 20 тысяч ребят, причем отдых самый разнообразный. Тут к нам приезжала Розочка, мы с ней играли, это аниматор был. Играем в волейбол и на скакалке поиграем. Душообразные игры. Мне нравится, я постоянно рисую и здесь много увлекательных программ. Очень нравится гулять вместе со системой отрядом. Сопровождают ребят и придумывают им развлечения вожатые, школьники старших классов и ребята из вузов, которые проходят летнюю практику. Сегодня у нас вообще тема природы, дети нарисовали рисунки на тему природы, мы их вывестили. И дальше у нас будет викторина по теме природы и игра. Для малышей смена продлится 21 день. Есть площадки и для ребят постарше, и для подростков. На сегодняшний момент в лагерях во всю идут смены с организацией одноразового и двухразового питания. Для ребятишек подготовлена очень насыщенная программа. Стоимость смета варьируется от 5 до 7,5 тысяч, в зависимости от того, какие мероприятия каждый лагерь включит. Стоимость отдыха в этом году подросла примерно на 1,5-2 тысячи рублей. Специалист объясняет это увеличением цен на питание, да и досуг подорожал. В этом году мы трижды посетим бассейн с ребятами. Четыре раза у нас будут выходы в наши театры городские. Сегодня, допустим, у нас пришли гости-артисты. Они развлекают наших детей здесь, на нашей площадке. Площадки самые разнообразные. Эрудиты готовятся к экзаменам. Орлята России занимаются патриотическим воспитанием. Есть и специальная площадка «Сильные люди» для подростков, находящихся на различных видах учета. С ними также проводят профилактические встречи и беседы на правовые темы. Такой лагерь действует уже более 10 лет. В такой положительный момент дети, которые охвачены вот этими формами занятостей в летний период времени, преступлений и антиобщественные действия не совершают. Вот это вот большой плюс. Добавим, с 9 июня начинаются первые заезды в детские оздоровительные лагеря. В них за летний сезон планируют отдохнуть около 4 тысяч детей. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком.